Уважаемые зрители, мы вас приветствуем на очередном заседании КАЗ-бюро. Сегодняшним гостем нашим станет Денис Бердаков, директор Центра социально-политических исследований Эльчи. Денис, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это прекрасная возможность побеседовать и узнать много нового о регионе Центральной Азии и в целом о их ситуациях. Если вы не против, я перейду сразу к нашим первым вопросам. Один из них будет относительно текущая геополитическая ситуация Центральная. Буквально 2-3 недели назад мир услышал новости о том, что Соединенные Штаты Америки окончательно выводят свои войска, в том числе и Галинис. После этого пришла новость о том, что талибы захватили Кабул, а совсем недавно последний очаг сопротивления, Банджашер. Соответственно, вопросы такие. Как бы вы охарактеризовали новые реалии в регионе? Насколько регион сегодня устойчив в плане безопасности? Спасибо за вопросы. Да, вопросы, наверное, сразу ключевые. С точки зрения безопасности регион, конечно, стал жить хуже, буквально резко, за полтора месяца. Пока какой-то очень серьезной опасности нету. Но регион стал на один-два шага ближе к тому, что разворачивалась на Ближнем Востоке, Северная Африка, Ирак, Сирия, наверное, с десятых годов. Мы примерно в схожей ситуации. Есть очень много предпосылок для этого. Конечно, это же непредопределенность, но предпосылок очень много. И такая же схожая засуха. И схожие процессы идут в Афганистане. И нарастающая геополитическая борьба всех против всех, именно в самом центре Евразии. И очень слабые политические режимы, зачастую в самой Центральной Азии. Плюс сложности между Индией, Китаем и определенные отношениями, по что все это выливается с Пакистаном и Иран. То есть завязка, конечно, очень крутая. Но пока все потенциально еще может длиться плохо, но очень долго, не превращаясь в ужасное. Ну, а может очень быстро стать новым таким серьезным конфликтом. Понятно. Это звучит как действительно арабская весна. Буквально ровно 10 лет назад начались события арабской весны, которые привели регион в такой и так хаотичный регион. Еще больше хаоса и катастрофы. Надеемся, что в Среде Центральной Азии будет более позитивный сценарий. А второй вопрос будет заключаться в следующем. Значит, мы знаем сейчас, что после прихода талибов в власти в Афганистане активные переговоры ведутся с российской стороной и с китайской народной республикой. Можно ли сказать, что с выходом США из Афганистана усиливаются роли влияния Москвы и, соответственно, Пекина в регионе в плане безопасности и создания новой экономической архитектуры? Да, абсолютно. Это так и есть, потому что регион, большой регион от Пакистана, если брать по-серьезному, Афганистан, вся Центральная Азия, как минимум, вот этот регион, он остался по многому предоставлен сам себе. И, соответственно, та безопасность, которая здесь поддерживалась, в том числе и, кстати, силами США, она теперь так или иначе полностью ложится на Китай и Россию. Эта задача не простая, требующая серьезных финансовых влияний, а самая важная проектного государственного менеджмента, чего, кстати, ни Россия, ни Китай пока не могли подъявить миру, да, по очень разным причинам. Ну, вот с этим регионом, с населением 100 миллионов человек очень своеобразно заселенным, с очень большими проблемами в сфере питания, воды, логистики, образования, социально-политических вертикалей власти. Вот с ним что-то нужно будет делать. А наиболее предсказуемый вариант, что его пытаются максимально отгородить от себя стенами, визами. Ну, Китай и так, в принципе, почти не проницаем для всего региона, да, но на этом пути сейчас идет и Россия, кстати. То есть, потому что предъявить какой-то проект для региона все пытаются, но помимо того, чтобы выкачивать из него как-то ресурсы, а с каждым годом становится все это местами тяжелее, из-за социально-политической раздробленности в регионе, предъявить больше нечего, да, то есть, мир действительно раскололся на несколько крупнейших таких геополитических центров, но если США как-то умели еще строить какие-то, скажем, областовые государства, а-ля Грузия, а-ля еще что-то, понятно, что абсолютно для своих целей, но какие-то вот проектные попытки были, да. Сейчас мы видим США, они просто вступили в новую эпоху. Они уходят, не проиграв абсолютно военную битву в Афганистане, но потеряв во многом смысл этой войны, они давно его уже потеряли, меняется сама внутренняя система в США, да, то есть империя так или иначе подходит своему угасанию. Может, это как бы вспышка, может, окончательное угасание, мы не знаем, но для Центральной Азии плюс Афганистан, это лишь говорит о том, что вот этот такой стратегический тупик империи, причем я бы включал еще Центральную Азию, не только Афганистан, мне кажется, в крайне интересном ситуации. Изнутри регион, по сути, только Азбекистан, такая сильнейшая, держа в сильнейшей очень государственности, почвеннической государственности, пытается как-то создать идею центра протяжения региона. Все остальные центры силы, что Россия, что Китай, что Турция, что Иран, осматривают регион как между Полесье, между Мире, да, который хорошо бы не нападал, еще бы лучше что-то там можно было продать. Но предложить им какой-то проект крайне сложно. Я вас понял, действительно, мы отмечали с предыдущим экспертом в наших интервью, что наблюдается некоторый такой уход глобальный Соединенных Штатов Америки с международной военной и политической ареной. Во многом это связано с тем, что, во-первых, внутриполитическим кризисом, который мы наблюдали, да, сложности при внутренних выборах президента, захватка Толя, все-таки для Соединенных Штатов Америки это что-то... Ну, года два-три назад никто бы не мог предсказать и ожидать. И видите, сказали, что пошел с ума, что такого не произойдет. А с другой стороны, эксперты предполагают, что во многом это связано с тем, что как раз-таки США пытаются аккумулировать свои силы для борьбы с Китаем. Потому что, на самом деле, основным соперникам сегодня не только уже экономическим, но и политическим, и, скажем так, военным, больше становится Китаем. Да, они передают свои силы туда. Да, и вот, скорее всего, вот такая история, поэтому... Может, они с региона уходят, но Китай все равно их остается угрозой, и это может отрекаться. Следующий вопрос... Да. Да. Вот следующий вопрос будет касаться самих талибов. Мы помним талибов 96-го по 2001-й год. Что они творили, как они себя винили в власти, и во многом это, скажем так, было негативно воспринято международным сообществом, основными игроками на тот момент. Соединенные Штаты Америки. Коалинца начала антирюстическую операцию, поддержала себя на газ и так далее. И вот история в чем? Что сегодня многие эксперты, особенно что российские, что в Центральной Азии, одни говорят, что талибы – это нормально, что талибы изменились, что они уже не те, какие были раньше, что они усвоили определенные уроки, будут вести себя хорошо. Но есть другие талибы, прошу прощения, эксперты, которые говорят о том, что талибы, на самом деле, до сих пор представляют угрозы, и что их цель – это подрывать стабильность и безопасность в регионе. В первую очередь это будет касаться таких, скажем так, сателлитов России, как Афганистан, Тжекистан, Туркменистан и тот же самый Туркестан. На ваш взгляд, как реально все это будет? Считаете ли вы талибы угрозой для Кальной Азии, если в России? Или же они будут стараться мирно строить свою страну и выходить за границы Афганистана? Как вы думаете? Ну, начнем с конца. Да, я считаю, что сами талибы, то есть этнические пуштуны, или часть этнических пуштунов, потому что не все этнические пуштуны, они являются талибами. Талибы – это, скорее, одно из радикальных течений, основанное на базе пуштунских племен. Кстати, большая часть которых поживает, кстати, в Пакистане. Да, около 25 миллионов. По разным оценкам, в том же самом, собственно, в Афганистане их 15, ну, плюс-минус миллионов. То есть здесь очень сложно, многоплановая игра. Это всегда, когда Кальной Азии, таких точек по миру несколько, где очень много однородностей, причем очень древних, очень сложных, этнически переплетенных с обидами двухтысячелетней давности. И вот где-то все это намешано. Один из таких вот, скажем, кладбищ империи – это вот вся вот Центральная Азия плюс Афганистан, по сути, это горы, долины, сложно проходимые территории. И это никогда не было единым регионом. Это, скорее-таки, вот каждая долина чуть ли не своя. Если не цивилизация, то остатки каких-то загнанных в угол государства. Вот. Поэтому талибы, как таковые, ну, они, да, радикальные, исповедуют религиозный взгляд, который большинству человечества современного вида, ну, никак вообще не заходит. Да, они довольно жесткие. Да, в рамках своей логики они докатятся до гораздо более жесткого религиозного государства, чем Иран, так пример. Это будет, это понятно. Но какой-то четкой интенции, чтобы провоцировать какую-то агрессию вне, они не имеют. Именно такой традиционный, скажем, талибан, хотя очень сложно сейчас понимать, кто из них там, какой талибан. Мы видим крайнюю оздобленность. Есть некое политическое крыло, есть какие-то полевые отряды. То есть пока это все такое вот вольница, которая в течение двух-трех лет сама себя съест, убьет, и там появятся, наконец-таки, какие-то более системные лидеры, да. Потому что тот талибан, который сейчас, он пришел не в результате серьезной борьбы, да, к власти. Ему просто, по сути, сдали всю страну. И за талибаном сейчас, очевидно, стоят разведки других государств. Там видно все это. То есть вот пока они устаканятся, да, потом уже можно будет говорить о каком-то понятном проекте. Пока это вот такой еще незаконченный переход абсолютно. Вот. Другое дело, что ключевая угроза, о которой все говорят, что пока там нет жесткой вертикали власти внутри самого талибана, да, что он представляет, какие-то полевые племена, часть из которых явно квакуируется одной из разведок близлежащего государства. Кто о чем с ними договаривается, это все пока пустышка, да. Вот. Но уже сейчас там есть очень различные отряды исламских радикалов, которые угрожают и Китаю, и в особенности государством Центральной Азии. Там исламское движение Узбекистана, Таджикистан это вообще отдельная история, по сути это огромный народ, разделен на две части, большая часть которого проживает Афганистан. Поэтому они кровно понимают, что что бы там ни происходило, в любой момент может быть объявлен клич «Единый Таджикистан», но без действующего там условно-светского режима, который из Таджикистана. Поэтому для них это просто кровная борьба вообще. Там это не борьба с каким-то соседним Афганистаном, это борьба одного разделенного народа, да. Если быть так более конкретно, там 11 миллионов узбеков, таджиков, да, позволяют Афганистану, в Таджикистане 8,5-9. То есть для них это гораздо все опаснее, и кончится это может все гораздо печатать. Поэтому один из таких базовых сценариев, что какой-то период времени этнические, религиозные группировки, особенно с севера Афганистана, будут досаждать, мешать Туркменистану, Узбекистану, Таджикистану, Кыргызстану, в меньшей степени Казахстану, и России, и Суаз, в Ситяно-Ингурском автономном районе, да. Есть такой сценарий. Вообще отдельный сценарий создания Великого Таджикистана, когда вот 11 миллионов поживающих в Афганистане плюс таджиков, так или иначе попадают в такую ситуацию, когда там начинается объединительная гражданская война, как ни парадоксательно. В результате которой, конечно, что там будет, никто не знает. Процессы очень похожи на то, что идет, например, на границе Сирии и Ирака. Вот тоже и Курбы там, да. Ситуация вот в микро таком масштабе, она похожа. Пока еще непонятно направление, пока еще непонятно что. Но ситуацию постоянно давить, пушить и продвигать, будет засуха, когда тут двигается. Например, в этом году на 40-45% меньше урожая уже в Афганистане соберут. Казахстан 35% по разным оценкам. Казахстан тоже 35% урожая потерять. Голод, перестрелки, отсутствие всего и вся. Они эту ситуацию постоянно будут радикализировать. Вот собственно о чем речь. Вашим словам, картина не очень приятная. Если честно, ВОЗ еще не ВОЗ, а ООН еще в прошлом году в продовольственном организации объявила о том, что в 2020 год были большие подъемы с засухой. и они предсказывали как раз к этому году в конце в начале продовольственного пистика. Это очень сильно ударило. Мы уже видим, как цены поднимаются, что в России, что в странах Центральной Азии на Ближнем Востоке. Сейчас в Сирии, в Ираке большие проблемы. В Иване очень большое продовольствие. Растут цель на пшеницу, урожай в России был достаточно. В целом, одной России не хватит. Там весь мир, и, соответственно, климатические проблемы встают на первое место. Вдобавок к этому еще социально-политическое недовольствие, конечно, не очень хорошо. То есть, создается некоторая такая плодородная почва для нестабильности. еще один вопрос. Это, конечно, тоже связано с Афганистаном и текущей ситуацией. Это миграция. Потому что мы с вами ответили продовольствие, но миграция, миграционный кризис. Понимаем, что большинство жителей Афганистана уже перешел. Не знаю, из Афганистана, Афганистан, Чжекистан, Кыргызстан, также. Вот, кстати, да. Нет, пока все, на мой взгляд, не так. То есть, пока все заблокировано. В этот раз, если мы посмотрим официальный отчет Узбекистана, Таджикистана, речь идет о нескольких сотнях людей. Они никого не пускают. Они им угрожают оружием. Они готовы стрелять на поражение. Никого не пускают. То есть, та же ситуация в Иране. То есть, они стреляют на поражение. Потому что они в первый кризис, когда еще 20 лет назад очень много приняли беженцев. Ничего хорошего этого ранее не проявило. Сейчас они тоже стреляют на поражение. На самом деле, это напоминает некие раскаленные котелки. Все соседства подогревают и сами строят стенки. Не давая этой массе выплеснуть. Европа, по сути, отказалась. От мигрантов. США около 120 тысяч вывезли. Но еще несколько миллионов готовы куда-то выплеснуть. Но просто им от гола. Уже скоро речь будет идти о голой. Да, серьезно. Но их никуда не пускают. Россия максимально положила все дипломатические усилия вместе с Китаем, чтобы все страны Центральной Азии это Таджикистан, Узбекистан в меньшей степени и Туркмения просто перегородили дорогу. Но сейчас самая слабая земляная Туркмин наверное все-таки Туркменская граница слабая прохраняемая. Куда просто могут вторгнуться несколько миллионов голодных людей. В остальные страны никого не пустят. Они понимают, что это будет контроль государственности. Может быть громко сказано, но для Таджикистана 2 миллиона беженцев могут стать этнически близких, но социально-политически немножко с другой картиной мира в голове. Поэтому нет, сейчас ситуация другая, чем было 20 лет назад. Это именно котел подогреваемый, в котором разгоняется вот эта вот масса. Куда она выплесится пока непонятно, но очень высоко вероятно, что она все-таки куда-то выльется и это уже будет в очень плохом формате, потому что никто их понимать по-хорошему не хочет. Что с ними делать непонятно. США пока готовы выделять деньги на своих содержания, но на процентральной Азии есть такие попытки ведутся переговоры со всеми странами центральной Азии, но Россия, Китай блокируют эти попытки. То есть четко указываем лидерам государства центральной Азии, что это будет террористическая угроза, ну и вплоть до ведения там ужесточение Абизового режима Сахстана-Азии. И страны сложные ситуации, они очень сложные ситуации. Я с вами полностью согласен, действительно, невозможно проверить всех людей, кто является, скажем так, носителем антикальной идеологии. Это даже дело не с этим, что поверить их. Там дело социум очень слабое, например, Кыргызстан. Даже вот мы завозили этнических Кыргызов, которые живут в Афганистане, там несколько сотен тысяч человек, это Назаванский, Ришеек, очень геополитически интересно. В Тагестан несколько десятков семей завозили, очень сложно интегрировать. Дорого, сложно. Это люди с абсолютно другой картиной мира, их не принимают места. То же самое в Таджикистан, то же самое в Узбекистан. То есть вопрос, даже если это абсолютно благонадежные люди, это люди с другого мира, просто. Они перенаселенные Центральной Азии, они никому не нужны, здесь проблем с населением нет. Понятно. Ну и последний вопрос, он как раз будет касаться Казахстана, вы как человек, который находится там. Вот, на ваш взгляд, как во всем этим процессам относится правительство Казахстана и насколько власти Бишкека готовы к этим вызовам, готовы стоять, справиться? Ну, вызов для нас все-таки довольно пассивный, потому что у нас нет прямой границы с Афганистаном. Единственный вариант, что к нам они посочатся через Таджикистан, добровольно или им помогут, есть такие варианты. Там идет укрепление границы, в том числе поддержки Российской Федерации. Беженцев здесь никто не намерен принимать в серьезных масштабах. Здесь есть несколько сотен беженцев еще с той волны до средней давности. К ним относятся довольно плохо. И у них сложно со статусом беженцев. Они не могут уехать дальше, они не хотят здесь находиться. Они тогда хотели уехать в Европу дальше. У них они плохо интегрируются в местную среду. Их не устраивает уровень жизни. Убежать от войны да, но нет у них мечты жить в СНГ, честно говоря, никаких там жителей. Афганистана нет этой мечты довольно большой. Спастись да, но они хотят жить вообще в других странах. Тем более по Клагостану проблем на самом деле у нас касается лишь только в общем дестабилизации всего регион и, скажем так, дивизации местных, абсолютно местных, радикальных, эстемистских, религиозных, в том числе, ячеек, которые видят позитивный опыт оттуда, если особенно с севера Афганистана будут действовать такие, скажем, засылочные, пересылочные базы, тренировочные региа, да, это вызывает угрозу, к этому пытаются готовиться, но вот речь больше об этом. Понятно. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы достаточно интересно с вами побеседовали, и все-таки, конечно, надеяться можно, но больше и больше характеристик и симптомов того, что ситуация не самая и в первую очередь не столько сколько за приходы Талибана, сколько за накопивших социально-экономических проблем. вот именно ключевая мысль, которую мало кто понимает, причем здесь Талибан. Почти 40 миллионов голодного населения, который гоничивает с 25 миллионами в соседних республиках такого же голодного населения, который работает в России, в Казахстане, на эти деньги, собственно, живет. За сколько в ближайшие годы накладывается, 60 миллионов населения, они просто могут двинуться за едой дальше. В основном, конечно, в России, восточную, просто некуда. Да, я с вами согласен, и мне вот лично мое мнение, да, оно может быть не совсем правильно, восточное субъективное, но мне кажется, что Талибан это вовсе не причина, это последствия того, что есть. Это вот тут вакуум власти, вакуум возможностей непонимания дальнейшего процесса и сценария развития региона, когда у вас получается симметрия информации, и те же самые Соединенные Штаты Америки, как отметили в начале, потеряли смысл в этой войне. И можно сколько угодно воевать, но ради чего? И Байден, кстати, в своей речи, если помнить, отметил, что, говорит, что почему должен умирать американские, значит, военные, если сами афганцы не хотят воевать за свою свободу и безопасность. Некоторые люди это правда, потому что, во-первых, сил стали от войны, во-вторых, никто не понимает, а если война и закончится, что будет дальше? Придут другие кланы, придут другие представители, и бедные люди обычно населения как страдал, так и будет страдать и более усугодляющей ситуации как несмотря на пункты. Но я вас больше не буду задерживать, я хочу вас поблагодарить, что вы приняли наше соглашение. Уважаемые зрители, я напоминаю, что на очередном заседании КАФ-бюро выступил Денис Бердаков, директор Центра социально-фактических исследований Эльчи. Мы обсудили очень важные интересные моменты, связанные сегодня с Центральной Азией, с регионом в целом. И предлагаем вам подписаться на наш канал, следить за обновлениями. Скоро встретимся уже снова на улице. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok